Привет, друзья! После уборки урожая на освободившейся грядке мы с вами сеем сидираты. Ведь это отличный способ улучшить почву абсолютно естественным путем, не прибегая никаким химическим препаратам. Ведь сидираты у нас работают не только внутри самой почвы, улучшая ее структуру, повышая ее плодородие, но и на поверхность. Вот эта вот зеленая масса сейчас защищает поверхность почвы от вымывания, от пересушивания в сухую погоду и также не дает расти сорнякам. Но, когда мы с вами начинаем сеять сидираты, стоит задуматься о том, что же у нас будет расти на этой грядке в следующем году. То есть надо продобрать правильные сидираты-предшественники для конкретных культур. Вот, например, смотрите, если мы посеяли с вами горчицу, которую любят все, потому что она растет быстро и дает отличную зеленую массу, то в следующем году на этой грядке ни в коем случае не высаживайте такие растения, как капусту, уреть, куридис. То есть вот именно растения семейства крестоцветных, к которым относится и горчица. Потому что тогда будет очень большая вероятность подцепить болезни, которые соответствуют растениям именно этой группы. Вот, например, после горчицы отлично можно выращивать огурцы, кабачки, посадить, например, помидоры или перцы. Вот для них горчица является отличным предшественником. А вот если вы планируете именно грядку под капусту, то на эту грядку лучше всего посадить тот же люпин, вику, овес или фацелию. Вот для них это будут отличные предшественники. А вот если на грядке мы с вами планируем в следующем году выращивать репчатый лох, то сейчас отлично можно посадить гречиху, овес, фацелию или вику. Вот они действительно идеальный вариант. Когда мы готовим грядку под посадку чеснока, посейте сюда яровой овес или масличную редьку. А вот, например, для такой культуры, как морковь, подходят практически любые сидираты. То есть можете смело сеять все подряд. Но лучше всего посеять и рапс, и также масличную редьку. А если вы готовите сейчас место под картофель, то на эту грядочку посейте сейчас фацелию, клевер и горчицу. Вот особенно я вам рекомендую горчицу, потому что она отлично отпугивает проволочника. Но вообще самым универсальным сидиратом, который можно сеять перед любой культурой, является фацелия. Она является, ко всему прочему, еще отличным медоносом и также частично снижает кислотность почвы, что тоже немаловажно. Друзья, ну вот как я уже сказала, польза от сидиратов действительно огромная. Вот зеленая масса, когда мы ее с вами срежем, и она попадет в почву, начнет постепенно перепревать, и это будет отличной пищей для дождевых червей. Дождевые черви, перерабатывая органику, превращают ее в биогумус. А биогумус повышает у нас плодородие почвы, и это отличная среда для обитания именно полезных почвенных микроорганизмов. То есть, понимаете, вот такой происходит вот круговорот. Но сидираты мало посеять, мало правильно подобрать, их еще и надо вовремя срезать. Дело в том, что в определенный момент вот сидиральные культуры переходят вот в такую вот так называемую генеративную фазу. То есть это начинается процесс бутонизации, цветения и образования семян. А в это время растения очень нуждаются в питании. И где сидиратам брать питание? Они, естественно, начинают ее вытягивать из почвы. А нам-то как раз вот этого допустить нельзя, ведь мы, собственно, для чего их и сеем, чтобы нам к весне получить хороший плодородный грунт. Следуя своему опыту, я никогда глубоко не перекапываю сидираты. То есть я не нарушаю плодородные слои, а просто срезаю их на поверхности почвы. Прямо вот на ее поверхности остается там буквально, может, у меня 1-2 сантиметрика от стебельков. Но, опять же, вот именно надо не приглядеть тот момент. Лучше всего начинать это делать еще даже до бутонизации, а тем более до цветения. Можно взять тяпочку, можно взять любой плоскорез. Я не знаю, если у вас большая территория, возьмите косу и просто скосите эти сидираты. И слегка просто-напросто их надо припорошить потом землей. К весне вы увидите, что от сидиратов ничего не останется. Они все прекрасно там перепреют, разложатся. Черви их переработают, и у нас будет готовая земля к выращиванию уже хороших основных наших культур. Но если вы сидираты вот только посеяли, и у вас еще маленькая зеленая масса, не спешите ее срезать. Пускай они порастут. Впереди холода, впереди дожди, снег. Сидираты лягут сами, и за зиму они также прекрасно все под снегом будут у нас разлагаться. Кстати, меня вот здесь спрашивали, что делать. Вот я грядки все засеяла сидиратами, а сейчас мне надо уже сажать озимый чеснок. Можно ли посадить его непосредственно в сидираты? Конечно, можно. Если вы будете сажать только чеснок в октябре, то сидираты у вас уже растут, и до этих пор вы прекрасно успеете их срезать. Если же пораньше вы сажаете чеснок или сидираты попозже посеяли, и они еще не отрастили довольно-таки хорошую такую высоту зеленую массу, пускай они так и продолжают расти. Если сажали рядочками сидираты, то значит между рядами посадите чеснок. Если вот так же вот сплошным ковром у вас растут сидираты, вот как у меня здесь, то сажайте прямо в них, ничего плохого от этого не будет. Во-первых, зимой, как я уже сказала, они лягут. Это будет дополнительное укрытие, защита чеснока, особенно если бывают, допустим, очень сильные суровые морозы зимой. Также это отличный снегозадержатель, что очень актуально там в регионах, где мало снежной зимы. А весной, когда вот уже все, снег сойдет, у вас появятся всходы чесночка, а сидираты у нас разлагаются, соответственно, вот это будет дополнительное питание для молодых растений. Так что тоже вот ничего страшного нет, не волнуйтесь, смело сажайте. Также можете посадить, и если вы сажаете, под зиму лук-севок. Также в сидираты все продолжаем сажать. Они абсолютно мешать не будут. Друзья, ну вот немножечко вот так вот я с вами поговорила, пообщалась. Очень рада вас всех видеть. Большое спасибо за внимание. До новых встреч и пока.